Приветствую, друзья. В прошлом ролике мы говорили о том, сколько на самом деле стоит для нас путинский дворец. Пришли к выводу, что эта сумма гораздо выше 100 миллиардов потраченных на строительство. Настоящая цена путинского домика превышает невозможные для осмысления 70 триллионов рублей. Вы, конечно, понимаете, что это стоимость путинского дворца в широком смысле. Не просто за строительство дома, а та цена, которую мы как общество платим за путинский режим, за ту систему, которая позволяет ему, его друзьям бездарно просирать триллионы, чтобы украсть миллиарды. Это высокая для общества цена. Это не только десятки триллионов рублей, которые не получит наша экономика. Это еще и потерянные для страны и людей десятилетия. Время, когда мы могли бы развиваться, создавать, делать что-то новое. Но это время и деньги были украдены. Украдено у нас радио. И вот это вот радио на самом деле не дает покоя. Что же такое важное и нужное Путин и его друзья получают взамен разрушения экономики и десятилетия отставания страны? Ради чего они жертвуют счастьем, процветанием 145 миллионов человек? Пришло время это вам показать. Вот в чем главное для меня впечатление от фильма о Путинском дворце? Не в масштабах воровства. И не в дурном вкусе заказчика. И не в использовании ресурсов государства. Главная проблема в бессмысленности. Приобретение или строительство личной недвижимости может преследовать две цели. Либо для того, чтобы там жить, либо в качестве инвестиций. Но еще может быть, конечно, смешанный вариант. Что мы видим с Путинским дворцом? Первое, для жизни он непригоден. Ну, ни одному человеку не нужны эти бесконечные комнаты, квадратные метры, тонны мрамора, километры ковролина. Недаром, собственно говоря, появляются все эти безумные кальянные, казино и прочее. Люди просто, ну, не могут придумать, чем заполнить построенное пространство. Но если в доме невозможно жить, может быть, он имеет инвестиционную ценность? Нет. Поверьте мне, как человеку, который периодически инвестирует в недвижимость, этот дворец никогда, ни при каких обстоятельствах не отобьет вложенные в строительство деньги. Это просто нереально. Эти деньги выброшены на ветер. Их никогда не вернуть. Это здание обречено стоять на мысе Идекопас с символом путинской эпохи, памятником жадности, глупости и отсутствию чувства меры. Ну, единственный ли это памятник и символ в районе Геленджика? Наши коллеги из издания «Открытые медиа» провели работу и изучили, чьи еще дворцы расположены вокруг Путинского. Получилось интересное исследование путинской ривьеры, схемы застройки самых лакомых и заповедных мест Черноморского побережья. Из расследования Алексея Навального вам знакомо название «Усадьба Дивноморская». Эта усадьба включает в себя большой дом на 2500 квадратов, спа-комплекс, который даже больше самого дома, а также многие гектары виноградников. В фильме Навального этот дом был назван частью Дворца Путина. Однако, по информации «Медузы» и по сведениям источников открытых медиа, дом построен для Дмитрия Анатольевича Медведева. Между собой местные его так и называют «Димина дача». Я склонен доверять этой версии. Во-первых, построить еще один дворец в 13 километрах от первого – это перебор даже для Путина. Дворец, чтобы там отдыхать от отдыха в другом дворце – не верю. Во-вторых, усадьба Дивноморская построена все-таки с большим вкусом. Ну, сравните это современное строгое здание и путинский колхозный недоверсаль. Это явно строилось для двух разных людей. Хотя, кое-что общее у них есть. В обоих дворцах есть акватискотека. Я не знаю, почему они все так зациклены именно на этом виде отдыха. Может быть, это пароль какой-то. Знаете, вот силовики узнают друг друга на акции протеста по паролю «Брянск-Север». Так и Медведев с Путиным. Когда на бескрайних виноградниках сталкиваются, обязательно произносят пароль. Аква-дискотека. А может быть, они просто фанаты. На отдых в стиле турецких отелей все включено. Кстати, на Диминой даче аква-дискотека еще достраивается. Журналистам из открытых медиа даже удалось поговорить с прорабом на стройке, Дианом. Что делать? Аквапарк. Аквапарк? Да. Ага. А большой, большой аквапарк? Большой, да. Нам нужно около 50. Меня на данный момент 50 человек нужно. Что потрясает, за строительство аквапарка на даче Медведева платят в черную. Ребят, ну вы уже один раз эти деньги украли из бюджета. Ну так хоть когда вы их тратите, ну платите хоть маленькие налоги. Официально, конечно, Димина дача оформлена не на бывшего президента. Номинальные держатели, ставшие миллиардером благодаря близости к президенту Тимченко и сын путинского друга детства Владимир Колбин. Вообще система номинальных держателей богатств путинского режима это отдельная интересная тема. На себя-то не запишешь, вот и приходится изгаляться, назначать бенефициаров. Я являюсь бенефициаром. Вот Путин не так давно наградил Ротенберга званием Герой труда Российской Федерации. А надо было, конечно, другим орденом. Бенефициар Российской Федерации или даже номинальный бенефициар Российской Федерации. Особо отличившимся можно было бы присваивать звание заслуженный номинальный бенефициар Российской Федерации. В общем, простор для фантазии большой. Надеюсь, вы в комментариях набросаете еще вариантов. Так вот, Димину дачу с дворцом Путина роднит многое. Они построены рядом, они записаны на номинальных владельцев. А главное, обустроены с безумными излишествами. Путинский дворец изнутри вы видели. А в домике Медведева, если так можно сказать про махину в 2500 квадратов, мы не были. Просто для понимания размаха можно рассказать, что около дома Медведева есть собственный СПА-комплекс на 3000 квадратов. Ну да, у кого из нас нет СПА-комплекса? Не в основном же доме ванну принимать. Но вообще, если это не безумие, то я даже не знаю, что можно безумием назвать. Российские граждане живут не очень богато, если не сказать, что многие бедны. И вот два высших руководителя страны, страны нечастных человека, строят себе гигантские дворцы. Один с хоккейным стадионом в субтропиках, второй со СПА-комплексом на 3000 квадратных метров. Люди, вы вообще в своем уме? Вы же считаете себя православными. Вы как вот эти вот грехи-то отмаливать будете? Хотя понятно как. Возле села Девноморское трехметровым забором с колючей проволокой тропу к морю перегораживает еще один дворец. Местным жителям теперь приходится делать крюк в три километра, чтобы обойти это тщательно охраняемое, расположившееся на 103 гектарах строение. В синодальном отделе РПЦ это называют культурно-духовным центром. Но местные жители упрямо называют вот этот вот дворец, для которого в итальянских мастерских закупалась самая дорогая мебель, дачей патриарха. Хорошо, дворцы президента, бывшего президента и патриарха нашли. Но чего-то как будто не хватает. Но не может быть, чтобы где-нибудь поблизости не было путинского канцелиери. Человека, который отвечает за путинские деньги, его женщин, пропаганду. Ну да, Юрия Ковальчука. Ах нет, он тоже тут. На путинской ривьере, 23 километрах от дворца Путина. Участок 76 гектаров. Площадь строения более 10 тысяч квадратных метров. Причудливая архитектура. По словам обслуживающего персонала, хозяева навещают строение максимум пару раз в месяц. Иногда раз в несколько месяцев. Путинская ривьера не исчерпывается перечисленными дворцами. Помимо домов Путина, Медведева, Патриарха, Ковальчука, журналисты нашли владение бывшего губернатора Краснодарского края Ткачева, охотничье хозяйство Дерипаски, собственность совладельца трансконтейнера Сергея Шишкарева и даже имение семьи главного в управделами по питанию, Балата Закарьянова. Многое, наверное, еще предстоит найти. Но главное понятно уже сейчас. Путинская ривьера, такая черноморская рублевка, существует и является точным символом путинского режима. Путин и его окружение захватило власть в стране. Они построили такую систему, при которой всему обществу наносится колоссальный ущерб, измеряемый в десятках триллионов рублей, потерянных для развития десятилетия. Этот ущерб побочный эффект безудержного воровства и некомпетентности. Чтобы заполучить миллиарды, они выкидывают на ветер триллионы. Но украв миллиарды, они не знают, что на самом деле делать с украденным. Отсюда проистекают все эти безумные стройки безумных дворцов с аквадискотеками, хоккейными стадионами, вырубленными рощами реликтовых лесов и бесконечными потугами по безопасности колючей проволокой, заборами, охраной и номинальными бенефициарами. Но, несмотря на все эти усилия, они получают лишь натыканные по всей стране гигантские и пустые бетонные коробки, в которых живут пару недель в году, которые нельзя ни показать людям, ни продать, ни оставить детям. Путин построил систему, которая подчинила всю жизнь в стране задачи по вытягиванию денег. И что дальше? Для чего деньги-то? Путинская шайка украла денег достаточно, чтобы построить, ну я не знаю, звезду смерти. А фантазии хватило только на аквадискотеку. Может быть, к счастью. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе моих новых видео. Счастливо вам!